Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с Первым каналом. На календаре 4 июня, пятница. Дорогие женщины, если сегодня в какой-то момент ваша так называемая сильная половина скажет вам «Всё, больше я ничего не сверлю, не закручиваю, не забиваю, не ремонтирую, буду лениться», не пилите его, пожалуйста. И сами немного с ним поленитесь. Как уверяют учёные, лень в малых дозах полезна. Что общего между тюленем, пандой и черепахой? Они в списке самых ленивых животных. Но, конечно, лидер в этом списке – халаепус дидактилюс, двупалый ленивец. Не такой уж он и медленный, когда нужно есть или защищаться. Но большую часть своей жизни ленивец действительно еле-еле передвигается и много спит. Образ жизни у них просто направлен на то, чтобы не терять драгоценные калории, поступаемые, грубо говоря, из достаточно скудной пищи. Выходит, лень – защитный механизм сохранения энергии. Для животных лениться естественно. А вот люди считают лень вредной привычкой. Вы трудоголик? Ну, даже не трудоголик, но домой прибегаешь, там тоже какое-то зверьё, какие-то дела, какие-то проблемы. И когда ленитесь, вас совесть мучает? Бывает, но ленився редко. Перерывы на лень нам нужны даже больше, чем животным. Мы же много думаем, а мозг, между прочим, расходует до 25% нашей энергии. Учёный Сергей Савельев больше 30 лет исследует мозг и точно знает – есть отдельные зоны, отвечающие за лень. Это лобная часть, это затылочная часть. Где лень? Лень внутри скрыта под этим, под всем. Она маленькая, 10% всего. Но эти 10% могут управлять нами. Они рождаются там, где лимбическая система, отвечающая за эмоциональное и инстинктивно-гормональное поведение. Позволите себе полениться, получите поощрение на гормональном уровне. Как только вы снижаете свою задумчивость, интеллектуальную деятельность, сразу же появляются очень хорошие вещества – канабиоиды, эпиоиды. А кроме этого окситоцин, эндорфин и много чего ещё хорошего, от чего человек приходит в хорошее настроение. Ругаете себя за лень? Дело, скорее всего, не в дефиците трудолюбия, в дефиците времени. У Аиши тоже день расписан по минутам. Работа, учёба, ребёнок, домашние хлопоты. Но она умеет делать паузы, и это увеличивает её продуктивность. Среди вот этого всего, кучи интересов, обязательств и беготни, я выделяю себе время подлежать, отдохнуть, насладиться звуками природы, если это на природе, либо тишиной в квартире. Всё ещё сомневаетесь, что лень полезна? Для убедительности мы нашли ещё аргументы и тех, кто знает в этом толк. Лениться – это как? Это что надо сделать? Это отпустить все мысли, отключить телефоны и позволить себе расслабиться. На часах, казалось бы, начала рабочего дня, я, видите, на самокате и не на работе. Поэтому польза есть от этого, я улыбаюсь. Лени самое главное – погрузиться в момент и насладиться им полностью, разрешить себе это. Пользуйтесь, не благодарите и разрешите себе, наконец, полениться. Ксения Ионкина, Михаил Карасёв, Эльвин Канеев, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok